Счастье с тобой Крутится, вертится шар голубой Это не прошлое, это навек Ветры дорожные, ливни и снег Морем ли сушим, небо ли взлет Самое лучшее, это вперед Ветры дорожные, ливни и снег Это не прошлое, это навек Я вам повторяю еще раз В обязанности нашей химчистки не входят такие операции, как отпарывание и пришивание пуговиц к предметам одежды, сдаваемым в чистку заказчиками У нас другие функции Согласитесь, товарищ советующий, что это странно Было бы более логично, если пуговицы бы входили по вашей функции Вот я, например, пока еще холостяк И мне очень трудно возиться с этими проклятыми пуговицами Очень сожалею, но ничем не могу помочь Я тоже холостяк Тогда вы более чем кто-либо другой можете меня понять Я всю жизнь занимался научной деятельностью и пуговицы как-то прошли мимо меня Я все отлично понимаю, но повторяю вам еще раз, что в обязанности нашей химчистки не входят такие... Я это уже слышал Вас видно, не переубедить А еще бригада отличного обслуживания Парадокс Александр Петрович, а вы посмотрите в жалобную книгу, сколько об этом пишут А мы могли бы, и это все девочки говорят По желанию заказчика сами пришивать и отпарывать пуговицы Сервис Сервис Вы, товарищ Кулькин, человек у нас новый Из школы сюда пришли Вы не знаете, что в нашем деле взять на себя новую обузу это легче Чем потом от нее избавиться Да, Нина Да, это я Конечно, помню Ну, конечно, провожу Когда поезд Через полчаса буду на вокзале Да, товарищ Кулькина Гулина Это все равно Не надо усложнять жизнь Она и без того сложна А жить, товарищ Кулина, надо легко Здравствуйте Если меня будут спрашивать, я в управлении Здравствуйте Иван Ивановна, в следующий раз избавить меня от подобных поручений Какой вы бестактная До свидания Прощайте Королева Марло Передайте ему пламенный привет Имейте в виду, что сейчас нос гораздо длиннее Вот прям душу под носом Ольга Сергеевна, вас, конечно, будут встречать Нет, я не давала сестре телеграмму Я еду сюрпризом Тогда позвольте предложить вам свои услуги Ой, ну что вы, спасибо Я возьму носильщика Ну нет, я вполне справлюсь с этой обязанностью Тем более, что мы теперь с вами земляки Вы очень любезны Книги Где мои книги? Ради бога, не волнуйся, Валя Тебе это вредно Я спрашиваю, куда ты спрятала мои книги? Я отдала их букинисту Ну разве ты не знаешь, что много книг в доме? Теперь не модно? Валя Жизнь и без того сложна, товарищ Гулькина Гулькина не имеет значения Жить надо легко Берегись любви моей Снём, пожалуй Спасибо, Таня Спасибо Мне просто неудобно Вы когда правски найдете? Ничего, ничего Здравствуйте 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 Если не ошибаюсь, товарищ Бочкин Шурка, Бочкин Юрка, Лебедев Ну представь себе Очень рад тебя видеть Ты откуда? Из Дальногорска Вот познакомься Это моя соседка по купе Ольга Сергеевна А это мой однокашник, товарищ по институту Шура Бочкин Рад познакомиться с приездом Очень приятно Позвольте Пожалуйста Ну, вот так встреча Ты надолго в Москву? Мне на два А потом в горы отдыхать Кто из нашей группы ещё в Москве, кроме тебя? Шур? А? Почти никого А сейчас ты куда собираешься? Проводить Ольгу Сергеевну, а потом в гостиницу Ну, в таком случае я вас подвезу Ой, что вы, спасибо, я сама доеду Ну, зачем же нам по пути? А откуда вы знаете, куда мне надо? Куда бы вы ни ехали, нам неиспешно по пути А кем же ты работаешь? Главным инженером О-о-о Да Правда, наш завод не самый крупный в Союзе Ну, а ты где процветаешь? Ольга Сергеевна, по-моему, у вас дверцы неплотно прикрыты Позвольте я Значит, Юрка, отдыхать едешь? В Бакуриане Ух, красота Сколько же мы с тобой не виделись, Шурка? С тех пор, как кончили институт, семь лет И ты всё время в Москве? Всё время А работаешь где? Кто? Я? Да так, в одном месте Ну что, на производстве или по научной линии? В основном по научной Ну, скажите, Ольга Сергеевна, а вы впервые в столице? Ну, нет, я здесь много лет жила Так Ольга Сергеевна училась здесь в педагогическом Ах, вот как? Так вы педагог? С детства уважаю педагогов Ну, вот я и приехал Спасибо Минуточку Юра, тебе не кажется, что нам сегодня вечером следовало бы отметить нашу встречу? Ну, разумеется В таком случае, Ольга Сергеевна, позвольте от своего, а также от твоего имени Пригласить вас принять участие в сегодняшнем торжественном акте Ой, я не знаю, это так неожиданно Тем лучше Без неожиданности жить было бы просто скучно Ну, пожалуйста, соглашайтесь Я вас очень прошу Юра тоже просит Юра, проси Я прошу, просто умоляю Вот видите, просто умоляет Пожалуйста, не возражайте А то мы встанем на колени О, если на колени, я согласен Ну, очень хорошо В таком случае, сегодня ровно в девять на этом месте А где же Владимир Ермилович? Где же на лекции? Ну, рассказывай, как ты любишь Как белка в колесе Столько забот, хлопот А на квартиры чего стоят? Потом эти магазины Можешь себе представить? Ты знаешь, мне иногда кажется, что лучше бы я где-нибудь работала Вот как ты, например, в школе А я, Ватенька, не работаю в школе С тех пор, как разошлась с Николаем Да? А что же ты теперь делаешь? Шляпки Какие шляпки? Обыкновенные шляпки Вот такие, как эта Да? Боже мой Такая грандиозная шляпка Неужели ты сама ее сделала? Сама? Боже мой Ну, ты, вероятно, очень много зарабатываешь Ну, во всяком случае, больше, чем в школе Я теперь без мужа и должна сама о себе заботиться Если бы ты знала, как мне все это надоело Эти шляпки заказчат этот Дальногорск Бедная, Оленька, я понимаю тебя, конечно Такая жизнь не для тебя А потом я представляю себе этот Дальногорск Там, вероятно, так старомодно одевается Что даже поговорить с не с кем Как ты думаешь, Шурк, сколько всего гостиниц в Москве? Штук 50 Да, в таком случае нам осталось еще побывать только в 40 Да, чтобы убедиться, что ни в одной из них нет места Да, я бы не стал задерживаться в Москве Но мне крайне необходимо заехать в Главк Завидишь на обратном пути? Да, ну, к тому времени все цифры уже утвердят Мне страшно неловко тебя об этом просить Но нельзя ли мне переночевать у тебя? Нет, если неудобно, скажи прямо Да нет, почему же неудобно? Ну, вот и прекрасно Я не буду тебе мешать Ты, наверное, и дома занимаешься Чем занимаюсь? Ну, как, пишешь, мыслишь А-а-а Вы же ученые и народ одержимый Да, это есть Ну, ничего, потерплю Слушай, Оленька, а где теперь твой Николай? Не знаю Наверное, где-нибудь что-нибудь строит А ты о нем не жалеешь? Я о нем? Нет Терпеть не могу неудачников Ты думаешь, почему его перебрасывали с места на место? А потому что он тряпка? В Сибирь нужно ехать, пожалуйста На Сахалин очень хорошо На Северный полюс еще лучше Я тебе, Оленька, так скажу Нельзя выходить замуж за молодых Слишком рискованно Неизвестно, что из человека получится Выходить нужно за сформировавшихся Пусть у него давление и сердце Но все-таки это не кот в мешке Можешь быть спокойным В следующий раз я буду умнее Умница Ой, Маргарита Ивановна Здравствуйте, дорогая У вас посоронние, никого нет? У вас сестра моя Оленька Знакомьтесь Моя благодетельница Маргарита Ивановна Королева Марго Между прочим Я сразу поняла, что вы сестра Да Потому что вы как в Бекатле И вы такие красавицы, такие красавицы Только вы на номер больше, да? Скажи, пожалуйста Какой у вас размер ноги? Тридцать шестой Есть кое-что специально для вас Маргарита Ивановна, только чтобы не получилось Так, как у нас с вами с платьем А что такое? Ну помните, я купила у вас платье А потом оказалось, что такие есть во всех магазинах Пардон, я не говорила, что их нет в магазинах Пардон, пардон Нет, я только сказала, что они есть у меня Маргарита Ивановна, ну как жарко у вас Ну какая вы красавица Ну какая вы красавица Ну богиня, королевна Прямо вы знаете, кто вы? Вы знаете, кто вы? Кто? Вы и нервы на лестнице Что у меня тут для вас есть? С ума сойдете? С ума сойдете? Просто такой шик Ой, как интересно Так, айпадем Вы знаете, что вам привет? Привет от Кунгелева О, разве они не в Карла Фарах? Вернулись Ага Вы знаете, если вас, дорогие мои, интересует настоящая шерсть Ну-ка, ну-ка Я, конечно, дела специально для себя Ну уж знаете, как я к вам отношусь? Знаете, как я к вам отношусь? Знаете? Ну, смотрите По оригинальной? Ну, надо же Сейчас, подождите А, разве это не прелесть? Это же сон О, вот Вот эту я беру Как? Вот эту я беру По стойте Нет, это я обещала артистке Как артист? Из ансамбля Дорогая, ну я же не могу Наша клиентка Ну, Лонька, я не могу Не открывайте Не открывайте Не открывайте Что же вы со мной делаете? Тихо, тихо, ради бога Скорей, не открывайте Не открывайте Ширичите, тише Скорей Скорей Радите Не могу Идите, посмотрите, кто Кто пришел? Молоко принесли Господи, как я испугал Знаете, я стала Я стала такая нервная Такая нервная Чуть, что очень вредный цех Ну, понятно Знаете, и по ночам покоя нет Во сне вижу только милиционеров Честное слово Ужас, блин Слушайте Ноги не держатся Для вас есть замечательные вещи Рекомендую Знаете, что это? Ну? Смотрите Подождите Знаете, что? Это крем Это крем Для выражения лица Ну, а это? Замечательные А это пудр, помада, духи В общем, набор Косметический конвайн красоты Сколько? Договоримся Договоримся Слушайте А этого нигде Ни у кого не достанешь Ой, это я беру А что это? Знаете, что такое? Что? Крем для омоложения морщин Вам еще рано Держите в холодильнике Держите в холодильнике Оленька, ты английский помнишь? Да, надеюсь Шекспира я в подлиннике читала Что вы говорите? Вот что значит Образованный человек Английский наизусть знает Подумайте Одну минуточку Я тоже, вы знаете Я тоже когда-то знала По-заграничному У меня даже был знакомый Француз из Одессы А вот это Специально Для вас Вот это вот Знаете, что? Это безразмерный Гюзальтер Из Калифорнии Смотрите Какая прелесть Нет, нет Подождите Подождите У меня клиентки Четыре флакона взяли Знаете Они так изменились Что их собственные дети Не узнают Чего-то и слова Одну минуту Нет, нет Кофе-то вам достану Другую Я сейчас пойду У меня есть Святой человек Он у меня все достает Я сейчас пойду Звоните Знаете, как я вас люблю Паразитка такая Ой, господи Нервы, нервы Никуда И что неядка обросла И я тут Промесила себе Остропокационизм Пожалуйста Алаферна Николаевича Алаферна Николаевича Это я У вас есть интересующая 48 размер Что? Для свыше образования Есть Сейчас буду Привет Ах, какой Какой умный вид у этого болвана Ой, ой Что такое? Ой Что такое, боже мой Ой Что такое? Что случилось? Что вы мне дали? Крем, крем дала Ой, ой, как дерет Так это реакция дерет Оля, что тут написано? Да это не крем Это полироль для мебели Для мебели? Изуродовала Пять флаконов подсунули Спекулянты, жулики проклятые Я их подсюда дам Я вас подсюда дам Что вы, дорогая, не дай бог Я же честный человек Я в гимназии училась Кофточку возьмите Ой, не надо вашей кофты Водите вон Какой неприятный инцидент Подучи Боже мой, боже мой Вот так стараешься для людей А что получается? Слушайте Дорогая Инпортный полироль Не хуже нашего крема Честное слово С вас ползет старая кожа И вы будете ходить как новорожденные Честное слово Вы так думаете? Какая вы сегодня красавица Ой Если бы меня не дожидались клиенты Я бы целый день сидела вами и любовалась Пижон не мог сам в прачечную сходить Подбросил квитанции И мотаясь С работы в институт Из института в прачечную И с прачечной в магазин Устала не знаю как Смотри Не замерзла Не стыдно тебе? Стыдно А кто там еще молится? А это приятель из Зеленогорска приехал Какой еще приятель? Юрка Лебедев А это такой толстенький Нет длинненький Помнишь? Нет Послушай, Калка Да А ты не хочешь пойти со мной в ресторан? Это в честь чего? Что у тебя сегодня день рождения? Нет, в честь нашей встречи с Юркой Лебедевым Пойдешь? А, ну если ты так настаиваешь Кстати Я туфли новые купила В кредит Ну зачем же в кредит? Что ж, неужели я тебе не мог дать денег? Ты же прекрасно знаешь Что твоих денег я бы не взяла Ой-ой-ой Что это ты такой добренький? Тебе что-нибудь нужно? Нет, ничего не нужно А почему ты так пришла? А я вижу Ой, спасибо Ну ладно, я тебе признаюсь У меня к тебе действительно маленькая просьба Да Слушай, Галка Не говори при Юрке Где я работаю Опять? Мне надоело Это твоя двойная жизнь И больше врать из-за тебя я не намерена А я не прошу тебя врать Ни в коем случае Я просто прошу тебя не говорить правду Нет, нет, нет Я тебе в твоих делах не помощник И выкручивается сам Нет, Галка, ну ты пойми Ты же меня ставишь в ужасно глупое положение Галка Послушай, я уже сказал ему Что занимаюсь наукой Ну так нечаянно получилось Ты же меня ставишь в ужасное положение Ты сам себя поставил в это положение Много лет назад Ну хорошо, хорошо Ну я тебя прошу Выручи меня в последний раз Галка Честное слово в последний Ну что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сказала, будто ты гениальный ученый? Нет Зачем же гениальный? Просто научный работник, рядовой Ну мы же с ним вместе учились Мне неудобно Ну да, тебе неудобно, а я должна врать А если он меня спросит о твоей работе? Ну, придумай что-нибудь Можешь уйти от разговора, промолчать Прекрасно Раз ты просишь, я буду молчать Я вообще не стану с ним разговаривать, с этим приятелем Нет, это уж совсем неудобно Как же я ему объясню, почему ты с ним не разговариваешь? Ну, придумай что-нибудь Ты можешь уйти от разговора, промолчать Здравствуйте А вы, наверное, Шурина сестра Сестра И вас зовут Галли Галли А меня Юрий А его Юрий Вы извините, что я так бесцеремонно в Торксиква Ничего Ты не обращай внимания, что она все время молчит Это у нее ангина То есть после ангины, осложнение Врачи просто временно запретили ей разговаривать Ну, ну давай собираться Что, и при Галстаке? Ну, а как же Этот столик у вас устроен? Да Спасибо Садитесь Прошу вас Здоровенький, былый Здравствуйте 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 Кто это? Удивительно знакомое лицо Это же Тарапунти Тот самый? Ну, конечно, тот самый Юра С кем это ты здороваешься? Вот это? Угу Понятия не имею Зачем же с незнакомыми здороваться? А я теперь с всеми здоровками, чтобы не сказали, что я зазнався Пополам? Пополам Честно Честно Тобе какую половину? Эту Пожалуйста Пожалуйста Чем угостить вас Есть ваша любимая рыбка Ну, что же, это само собой разумеется Но, может быть, у кого-нибудь будут персональные пожелания? Мы полагаемся на ваш вкус Пожалуйста Спасибо А почему она не разговаривает? У нее что-то с горлом, ей временно запретили говорить. Ну что же, вот пока и все. Учтите, скорость оплачивается. Сура, я вижу, ты тут после директора первый человек. Когда ты только успеваешь? Между прочим, я так и не понял, где ты работаешь. Кто? Я? КОНЕЦ После сегодняшних событий, каждого, кто осмелится отрицать любовь с первого взгляда, я вызываю на дуэль. Желающие есть? Чудесно. Хочешь? Нет. А ты быстро засыпаешь? В общем, да. Ну, ты спи. А мне еще нужно поработать. Я там на кухне позанимаюсь. Ну зачем же на кухне? Занимайся здесь, мне свет не мешает. Нет, нет, лучше на кухне, а ты спи. Спокойной ночи, наука. Спокойной ночи. Так, чернила. Сразу видно, грамотная женщина. Ну что ж, попробуем вывести эти пятна. Сразу видно, грамотная женщина. Еберет. Сразу видно, грамотная женщина. Прости, Шурка, я прикурю. Почему-то никак не уснул. Работаешь? Да, работаю. Нет, я не буду тебе мешать. Извини, пожалуйста. В таких условиях совершенно невозможно работать. Ой, Вовик! Чапа, Вовик, тебе вредно. Ешь морковку. Я не кролик. Грызи сушку. Но все-таки хотелось бы знать, чем занимается этот твой Шурик. Я с тебе говорила, что он химик. Слишком абстрактно. И Менделеев тоже был химиком. И в школе у нас тоже химик. Химию преподавал. Вернее, химичку. Хотелось бы знать, из каких химиков этот твой знакомый. Да. То, что он не школьная химичка, это ясно. А то, что он не Менделеев, это еще яснее. Это не ответ на мой вопрос. Ай-яй-яй-яй. Как тут Скворешникова разделывают, страшно читать. Боже мой, не может быть. Это Вовочкин коллега. За что же его? За книгу, разумеется, за книгу. Вот, Оленька, пожалуйста, успех, успех и хлоп. И все. И все. А ведь помнишь, не советовал я ему браться за эту тему. Не советовал. Да, да. Ну что ж, как говорится, безумству храбрых поем мы соответствующую песню. Спасибо, Васенька. Смотри, не правда ли Вовик похож на Хемингуэр? Да, мне говорили. Ну, Вовик, иди занимайся, только смотри, не понимай близко к сердцу. Нет, нет. Спасибо, Вовик. А ведь в таком был порядке. Если Вовик зайдет, скажет, что ты курила. Мы с ним вместе бросились. Ольга, я, кажется, начинаю догадываться, почему твой знакомый так упорно избегает разговора в своей работе. Почему? Он не может. Они, говорит, не имеют права. Он засекреченный. Засекреченный? Ну, Господи, Боже мой. Физики, химики – это военная тайна. Поверь мне. Я не понимаю, это хорошо или плохо. Попробуем мыслить логически. Раз он засекреченный, значит, он не дурак. Зачем дурака засекречивать? Логично? Логично. А раз он не дурак, значит, он способный ученый. Может быть, даже известный. А раз он известный, то его фамилию может знать Вовик. Вовик! Да! Каких ты знаешь известных химиков? Из скольких букв? При чем тут буквы? Ну, я думал, ты кроссворд решаешь. Ольга, ну мы же с тобой просто дуры. Ну, каким образом Вовику может быть известна фамилия твоего химика, когда он засекреченный? Ты понимаешь, как все сходится? Василиса! Ну, что тебе? Васенька, ну, что это такое, в конце концов? Куда запропастилась моя рукопись? Какая рукопись? Та самая. Ты представляешь, рукопись докторской диссертации, над которой я сейчас работаю, и вдруг она исчезла. Не беспокойся, спрятала в надежное место. Что значит спрятала? Она мне нужна для работы, Вася. Где она? На антресолях. На антресолях? Моя рукопись? Сейчас же достань. Ну, хорошо. Хорошо. Достань. Ну, только не нервничай. Два года она там лежит, и вдруг такая спешка. Отпустила. А о чем твоя диссертация? Ты, понимаешь, Валенька, в двух словах это как-то трудно объяснить. Она еще не окончена. Работа предстоит колоссальное количество. Я тебе, я тебе только одно скажу. Для меня вот этот вот труд, это мечта и смысл всей моей жизни. У каждого человека должна быть такая заветная мечта. Какая-то, понимаешь ли, далекая цель, с которой он идет всю свою жизнь. Идет, 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 идет. Иначе он не человек. И я тебе скажу, Валенька, что для меня вот эта вот диссертация, это не просто работа ради хлеба насущного. Нет. Нет, это каждый раз открытие мира, радость какая-то. И подтверждение того, что я что-то значу. Вовик! Что? Вовик, Вик! Ты грандиозный неблагодарный человек. Я так бережно храню свою рукопись, а ты меня еще ругаешь. Пожалуйста, на, получай, целостись от разности. Лю? Лю. Валенька, прошу тебя. Это она. Она, она. Да, пусть не думают, что только Скворечниковы умеют мыслить. Вот они, мои мыслищие. И знаете, Шура, по-моему, у каждого человека должна быть мечта. Заветная цель, к которой он идет всю свою жизнь. Идет, идет, идет. Иначе он не человек. Вы так думаете? Конечно. А вы? Само собой разумеется. Говорите, я слушаю вас. Говорите. И вот для меня моя работа в школе, это не просто работа ради хлеба насущного. Нет. Это каждый раз открытие мира. Радость творчества и ощущение того, что я что-то значу. Вы меня понимаете? Безусловно. Вас, наверное, очень любят ваши ученики. Вот так же, как и я их. Ну, в таком случае, от имени ваших любимых учеников предлагаю выпить за их любимую учительницу. О, нет, нет, нет. Давайте лучше выпьем за вашу любимую работу. При таком тосте нужно пить до дна. Хорошо. А мне бы очень хотелось побывать у вас на работе. Вы возьмете меня с собой? Это совершенно невозможно. Ой, простите, простите, ради бога. Ой, как неловко получилось. Да ну что вы, ничего, это пустяки. Не волнуйтесь, ничего не останется. О, вы так хорошо это делаете, что можно подумать, что всю жизнь занимаетесь поведением пятен. Так она и есть. Разве я не говорил вам, что работаю в химическе? Нет. А мне бы очень хотелось побывать у вас на работе. Я понимаю, что это невозможно. Я очень хорошо представляю, как вы работаете. Вы сидите, сосредоточившись, нахмурив брови. И ни на кого не обращаете внимания. Вот так. Очень похоже. Действительно, очень похоже. Тихий снег кружится, как во сне. На твоих ресницах тает снег. Ты надолго ли пришел ко мне, дорогой мой незнакомый человек? Это что за город, что за край? Перед нами дальбелы-бела. Может, это не январь, а май. Может, просто эта вишня зацвела. Я боюсь, что это все во сне. Ты ищешь, как весною снег. Так зачем же ты пришел ко мне, дорогой мой незнакомый человек? Юрий, чай вы хотите? Нет, нет, спасибо. Тем лучше. Мне все равно некогда за вами ухаживать. Ой, боюсь, из-за этого проклятого чертежа мне сегодня не удастся поспать. Брат по ночам работает, вы тоже. Просто какая-то образцово-показательная трудовая семья. А у вас вот здесь ошибка. Где? Простите, пожалуйста. Да. Вот, смотрите. Вам когда этот чертеж сдавать? Завтра, а то мне к зачету не допустят. Знаете, как у нас строго, пожалуйста. Ой-ой-ой. Я смотрю, горло у вас прошло. Чего? Горло. Ах, горло, да, совсем. А у вас очень хорошо получается. Даже Николай Петрович поставил бы вам пятерку. Что вы говорите? Сам Николай Петрович? По меня льстите. Ну вот мы и приехали. У нас с вами так много общего. Во взглядах, во вкусах. Что мне кажется, будто мы знакомы давным-давно. Тысячу лет. Я знаю вас все-все. А я всегда знал, что встречу вас. Я тоже очень рада, что встретила вас. До завтра. До завтра. Ой, я тоже рада, что встретила вас. Тише. Юрий спит. Юрий спит. Тут он у нас загостился. Я не думал, что он у нас так долго задержится. Да, мне неудобно и тебе тоже. Еще бы. Я только и жду, когда он начнет о тебе расспрашивать. А что я ему отвечу? Ой, опять воспитываешь. Да ну, вот и Юрий говорит, что ты в институте подавал надежды. Да, у тебя, кстати, очень талантливый брат. Если хочешь знать, Юрка своей работой обязан лично мне. Да? При распределении мне первому предложили поехать в Дальногорск. Я отказался, а Юрка поехал. Зачем цвет? Хочу тебя лучше разглядеть. Ой, ой, ой. Ну, почему ты со мной никогда серьезно не разговариваешь? Терпеть не могу серьезных разговоров. Терпеть не можешь? А может быть, просто боишься? Вот Юрий говорит, когда он приехал в Дальногорск, там я был ни города, ни завода, в палатках жили. Ага, вот видишь, а ты меня еще упрекаешь за то, что я туда не поехал. Ну, я представляю, как ты теперь ему завидуешь. Я завидую Юрке? Конечно. Интересно, что в его жизни хорошего? Вкалывает с утра до ночи. У него отпуск, он в главку приехал. Нет, я живу куда интереснее. Ну, конечно. Конечно, у тебя благодаря королеве Марго есть деньги. У тебя тряпок больше, чем у любой модницы. У тебя есть машина, тебя обожают официанты, и ты ведешь легкий, рассеянный образ жизни. Да, 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 я не герой нашего времени. Ну и что? Одни ищут подвигов, другие спокойны жизни. Я принадлежу к последним. Талант на котлеты по-киевски променял. Мой талант, на что хочу, на то меняю и живу так, как считаю нужным. Браво, браво, браво! А почему ты не расскажешь этого Юрию или Ольге? Может, ты собираешься это за меня сделать? Но я еще пока держу нейтралитет. Вооруженный нейтралитет. Да, но я за тебя возьмусь! Нет, это плохо кончится. Придется Юрку убрать. Здрасте! Потрясающе! Третий день подряд вы оказываетесь у нашего завода, когда кончается смена. Это что, тоже случайно? Представьте себе, истории известные не такие странные совпадения. Вы в институт? Нет, домой. И, кстати, у меня сегодня случайно свободный вечер. Вы знаете, и у меня тоже. И при соседе тоже случайно. А вы еще смеете не верить в замечательные случайности. Нет, ну почему же? И знаете что? Мы можем с вами очень интересно провести вечер. Отлично. Вы будете помогать мне по хозяйству. Слушаюсь. О, и наш автобус. Быстрее! Значит, мы обо всем договорились. Вы, моя родная тетя, приехали из Киева. Войдете ровно через пять минут после меня. Запомнили? Повторите, пожалуйста. У меня появится склероз. Вы, моя родная тетя, приехали из Киева. Вы можете сыграть мою тетю? Товарищ Боречкин, вы знаете, как я к вам отношусь? Я для вас могу сыграть хоть Анну Каренину. Не хуже любой народной артистки, честное слово. Я не была в самодеятельности. Я даже пел с Небурчику. У себя дома, правда. Ну, вот что. Вот ваши вещи. И еще. Пойдете ровно через пять минут. Пять минут. Одну минуточку. Между прочим, ваша сестра не будет дома. Она, знаете, ко мне это относится как-то плохо. Не волнуйтесь. Она в это время всегда в институте. Вопросов больше нет? Смотрите, какой вы интересный. Работникам большой химии привет. Прости, Шурк, не будешь возражать, если я задержусь у тебя еще на пару дней? Ну, пожалуйста, живи хоть месяц. Тем более, что в хозяйстве. Ты просто незаменимый человек. Юра! Юра, мне нужна картошка работать. Галка? А ты почему не в институте? У нас отменили семинар. Постой, почему отменили? Ну, что, откуда я знаю, спросил Николай Петрович. Ну-ка, 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 мне нужно тебе кое-что сказать. Ну, чего ты? Послушай, Галка. Понимаешь, сейчас сюда придет наша родная тетя из Киева. Поняла? Какая тетя? Ну, Маргарита Ивановна. А для чего ты это затеял? Чтобы выжить Юрку. Ты же сама говорила, что тебе с ним неудобно. А если приедет наша родная тетя, Юрка, как человек деликатный, сразу поймет, что ему у нас жить негде. Все? Все. Прекрасно. Прекрасно. Ничего из этого не получится. Почему? Я не хочу. То есть, как не хочешь, Маргарита Ивановна, сию минуту сюда придет. С чем придется, тем и уйдет. И немедленно прекрати эту дурацкую историю с королевой Марго. Иначе я все расскажу Юрию. Ты меня знаешь. А что ж теперь делать? Выкрутишься. Ты всю жизнь выкручиваешься. Здравствуйте, здравствуйте. Я ваша родная тетя. Я приехала из Киева. Я буду у вас жить, правильно? Здравствуйте, дорогая тетя. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, какой неожиданный приезд. Здравствуйте. Познакомьтесь, это мой товарищ. Очень приятно. Лебедев. И мне тоже. Я ихняя тетя. Я буду у них жить. А где моя родная племянница Галочка? Ах да, ее нету дома. Она в институте. Нет, она дома. Галочка, к вам приехала ваша тетя. Она дома? Мы так не договаривались. Давай, будешь. Шура. Вот она, моя дорогая племянница Галочка. Неужели это она? Ах, как она выросла. Ай. Какая она нетактичная. А где я у вас тут буду жить? Вы не будете здесь жить. Как это? А вы, дорогая тетя, не у нас будете жить. Вы будете жить у этого, у Гриши. Какого Гриши? Ну, у вашего другого родного племянника. А я не хочу у Гриши, у другого. Я хочу у вас, товарищ Бочкин. Во-первых, называйте меня просто Шурой. Дорогая тетя, а у нас же негде, у нас нельзя. Все отменяется. Как все отменяется? А я еще тетя Ленина. Тетя, но соглашайтесь на Гришу. Хорошо. Я соглашаюсь на Гришу. Он тоже мой родной племянник, между прочим. Дай свидание. Вот и прекрасно. Прекрасно. Тогда не будем терять времени, тетя. Как я волновалась, когда играла во всем присаде. Я вас отвезу к нему на машине. Вы-то видите, какая артистка? Видите теперь, понимаете? Вежим. Вы меня домой довезете? Я немедленно перейду в гостиницу. Никуда вы не поедете. Бобик, ради бога, не забудь. Носовые платки в нижнем левом углу. Грелка в правом. Валидол в верхнем карманчике. Пермидон, кальций, аспирин, катаин, кофин. Антибиотики в ниже. Нитроглицерин здесь. Слушай, ты меня так нагрузила лекарствами, словно я еду не от общества по распространению, а от аптек-управления. Пожалуйста, не остри. Это не в твоем жанре. Двухнедельный турне с лекциями по области тоже не прогулка. Гри, вдвоем здоровья. Ну хорошо, хорошо. Я здесь записал ряд поручений. Выполни их, пожалуйста. Взять из чистки костюм, отнести в починку, пылесос, что ты сам не мог это сделать по возвращении. Васенька, тебе ни о чем нельзя попросить. Ну почему ни о чем, Вовик? Вот тут у тебя написано, получить по доверенности деньги. Пожалуйста, с радостью. Ну это естественно. Теперь, я прошу, я требую никаких дел с этой... с Маргаритой Ивановной, иначе я забираю доверенность. Вовик! Ты меня лю. Лю-лю. Ну, посидим перед дорожкой. Угу. Я не успел с Оленькой попрощаться. Ну, ей теперь не до нас. Пять дней у них идет непрерывный роман. Что ты говоришь? Не мешало бы нам познакомиться с этим человеком? Бедная Оленька. Мне так хотелось бы, чтобы ей хоть раз повезло. Правда, он от нее без ума. А она? А она. Ты еще спрашиваешь. Талантливый и холостой. Эти качества редко сочетаются в одном человеке. Во мне это было. Бабик, извините, что я отнимаю у вас время. Но, может быть, в порядке исключения вы примете мой костюм. Я был бы очень рад вам помочь. Но у меня инструкция. Согласно этой инструкции, вещи с такого рода пятнами мы в чистку не принимаем. Ну, что же мне делать? Понимаете, я уезжаю в экспедицию, и этот костюм мне очень нужен. Ну, я все понимаю. Конечно, это не входит в мои обязанности. Но, в виде исключения, я бы мог вам дать телефон одной женщине, которая занимается этим, так сказать, в частном порядке. Она выводит любые пятна. Ой, я вам буду очень-очень благодарна. Ну, вы, конечно, понимаете, что это между нами. Ну, конечно. Вот телефон. Ее зовут Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна. Я запомню. Ты знаешь, Оленька, я очень рада, что у тебя с твоим ученым развивается все согласно намеченному плану. Но больше активности. Причем здесь активность в вас. В конце концов, имеет же он право ко мне присмотреться, прежде чем сделать предложение. Имеет? К сожалению. А ты имеешь право показать себя самой выгодной стороны. Вот, например, ты говорила, что сегодня в том институте, где ты училась, вечер встречи бывших студентов. Почему бы тебе не пойти на этот вечер с Бачкиным? Это еще зачем? То есть, как зачем? Он увидит, с какими интересными людьми ты знаком. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А потом, когда он увидит, как много у тебя приятелей, он поймет, что ему следует поторопиться. Ну что ж, в этом есть рациональное зерно. Милая, у меня этих зерен полная закрома. Александр Петрович, мы хотим с вами поговорить. О чем? О том, как мы обслуживаем клиентов. Опять? Опять. Я вижу, вы никогда не оставите меня в покое. Никогда. Ну? Ну вот опять жалоба. Мы не хотим, чтобы думали, будто в химчистке работают одни брокодилы и халтурщики. Инструкции, товарищ Гулькина? Гулина. Не я составляю, и не мне их отменять. Вы загораживаете пути прогрессу. Мы вынуждены будем обратиться в управление. Ну хорошо, я подумаю. Вы уже обещали подумать. Я посоветуюсь. И посоветоваться вы тоже обещали. Ну и что, я еще раз подумаю, с кем посоветоваться. А вас, товарищ Гулина, попрошу зайти ко мне. Послушайте, Гулина. Отсадитесь, пожалуйста. Я буду с вами откровенен. Вы пришли сюда из школы, чтобы отработать стаж для поступления в институт, так? Продолжайте. Вы находитесь у нас полгода. Но я готов вам дать справку, что вы проработали у нас два года. Три года. Даже десять лет. И можете идти в институт. Благодарности не нужно. Ну как? Александр Петрович, может быть, некоторые и стараются скорее попасть из института сюда. Но я отсюда в институт не тороплюсь. Я хочу работать здесь. Хотя я представляю, как вы хотите от меня избавиться. Нет, Гулина, вы себе этого не представляете. И все-таки одному из нас придется уйти. Товарищ заведующий. Если это не издевательство, то что это такое? Полтора месяца вы держали костюм. За это время можно было вычистить все костюмы Москвы и Московской области. И что же? Как говорится, каким он был, таким он и остался, этот костюм. Нет, нет, вы посмотрите. Вы посмотрите на эти пятнищи. Ведь они же больше, чем сам пиджак. Ну зачем же преувеличивать? Совсем маленькие пятнышки. Ах, вы так считаете. Конечно. В таком случае, я вас должна предупредить, что из-за этих маленьких пятнышек у вас могут быть большие неприятности. Вы только, пожалуйста, меня не пугайте, не пугайте. Не нужно было вашему мужу сажать такие трудновыводимые пятна. Вы что же собираетесь учить моего мужа? Какие ему пятна сажать, какие нет? Да вы что думаете, что если мой муж находится сейчас в ответственной командировке, то я сама не знаю, куда мне жаловаться? Вы можете жаловаться кому угодно, только попрошу со мной в таком тоне не разговаривать. Так. Не разговаривать. Ах, вот вы как реагируете на критику снизу. Ну, вы еще будете просить у меня прощения. Каким он был, таким он и остался. Безобразие. Это же Арашкина фабрика. Чистая уже называется. Ну, заверните. Я знаю, куда мне обратиться. А, Надежда, на вас. Только прошу вас, почистить этот костюм поскорее. До приезда мужа. Можете не беспокоиться, моя фирма не подведет. Костюм будет лучше, чем новый, честное слово. Ну, какая вы сегодня красавица. Вы знаете, прямо это, Венера. Как ее фамилию забыла. До свидания, Миланин. До свидания, дорогая. До свидания, моя прелесть, чтоб тебе черт делал. Давайте выжим. Как хорошо, что я вас встретила. Я ведь как раз к вам собирался. Да. Есть срочный заказ. Тише. Сколько раз я вас спросил? Я тихо. Срочный заказ. Понятно. Завтра утром должно быть готово. Понятно. Садитесь в машину. У вас в этом доме тоже живет знакомая, да? Знакомая. Тут живет моя невеста. Что вы говорите? Вы женитесь. Собираюсь. Лучшие люди уходят в мужья. Знаете, у меня в таком случае что для вас есть? Инпортные пеленки, распашонки. Это кептики для близнецов. Благодарю вас, но мне еще рановато. А вы возьмите на вывоз. Зайди. Что это за костюм, который нужно почистить? Не говорите. Очень ответственные пятна. Масляная краска? Сейчас. Нет, я, конечно, не профессор, но, по-моему, кукурузное масло. Кстати, Маргарита Ивановна, мне не очень нравится, как вы в последнее время стали распределять доходы нашей фирмы. Вы меня раните в самое сердце, товарищи. Всю основную вредную для здоровья работу делаю я, а вы только собираете заказы. Пардон, пардон, но вы работаете тайно, а я рискую открыто. Неизвестно, что в наше время вреднее для здоровья. Вы газеты читаете, между прочим, на последней странице. Мне, знаете, что для вас есть? У меня для вас есть импортный галстук. Вот там, знаете, такой нарисован, такой нарисован, что меня стыдно вам показывать. Вы дома посмотрите, хорошо? Спасибо, не нужно. Где вы только их достаете? Моя маленькая женская тайна. Ну вот что, тайна, я опаздываю в театр. Я вас высажу вот там. Ой, только не здесь. Пожалуйста, немножко дальше, если можете. Вот. Вот здесь она живет. Ой, тихо. Тихо, Шурик. Спокойно. Главное, спокойствие. Благодарю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, я могу видеть... Ой, простите. Теперь вы говорите, простите. Но я же вас предупреждала, что вы придете, просите мне прощения. Ну, раздевайтесь. Да я... Вы снимите пальто. Стоило мне позвонить вашему начальству, как вы уже здесь. Но я не злопамятна. Проходите. Благодарю вас. Но каким образом вы меня отыскали? Кто? Я? Секрет. А, понимаю. На квитанции есть мой адрес. И вы пришли, чтобы снова взять в чистку мой костюм. Да. Совершенно верно. Поздно. Я уже отдала свой костюм в руки частного мастера, который, в отличие от вас, не боится трудновыводимых пятен. И нет таких пятен, товарищ заведующий, которые частники не смогли бы вывезти. Поздно. Алло. Нет, Валенька, твой ученый еще не звонил. Ну, если ты решил не оставаться в парикмахерской, бери такси, через пять минут ты будешь здесь. Кстати, я тебя познакомлю с заведующим химчисткой. Да. Пришел за костюмом. Да, представляешь? Сервис на грани фантастики. Приезжай скорее. Ольга. Куда? Кто? Я никуда. А что это вы? Что вы так покраснели? Я вам показалось. Да высадитесь. Высадитесь. Понимаете, у меня два билета в театр. Так что, если вы не возражаете, уже... Вы приглашаете меня в театр? Я вас. Очень милая. Что же это тоже входит в обязанности химчистки? Да нет, что вы. Просто я лично хотел. Вы лично хотите пригласить меня в театр. А я думала, что от имени химчистки. А почему вы уверены, что я с вами пойду? А я совсем не уверен. Что вы? Я даже уверен, что вы не пойдете. А если я пойду? Вы будете рады? Бесконечно. Только скорее. Ради бога, скорее умоляю. Не успокойтесь, мы не опознаем. Через три минуты я буду готова. Миш, в общем, как вас зовут, товарищ заведующий? Шурик. Александр Петрович. Александр Петрович. Грандиозно. Потому что в этом как-то настолько экспрессии, динамичности, эмоциональной выразительности. Как думаете? Ну, а как вам понравилась певица? Ну, как милая. А все-таки это не Жаклин Франсуан. А вы когда-нибудь заходите в Жаклин Франсуан? Конечно, за кого меня принимают. Ну, и как вам? Ну, да, но все-таки это не едит пья. 15 с порции, пожалуйста. Зачем так много? Не себе беру, всей бригаде. Можно? Ну, пожалуйста, берите. Мороженое кончено. Налетай, ребята. Безобразие. Какой-то культ поход с мороженым. А может быть, вы хотите чашечку кофе? С удовольствием. Ой, простите. Что случилось? Ради бога, извините. Мне нужно срочно позвонить по телефону. Ради бога? Да? Благодарю вас. Я подожду вас вон там. Вон там. Очень хорошо. Скажите, можно позвонить по вашему телефону? Нет, нет. Ни в коем случае. Ну, пожалуйста. Я только для служебного пользования. Благодарю вас. Вы очень любезны. Оленька, добрый вечер. К сожалению, я задерживаюсь на работе, и поэтому не смогу с вами сегодня встретиться. Ах, как жаль. Да у нас в педагогическом вечер. Встречаются выпускники прошлых лет, а я не поехала. Ждала вашего звонка, думала, вы со мной поедете. А что делать? Что делать? Вы знаете, может быть, мы с вами сегодня сможем встретиться после концерта, после работы? Договорились. Тогда я сейчас поеду в институт, а вы, когда освободитесь, заедете за мной, а я буду вас ждать. Хорошо? Буду ждать. Будет ждать. Ждать будет. Благодарю вас. Что такое? Ассандра. Ассандр Петрович, кто с вами? Шнурки развязались. Простите, пожалуйста. Что такое? Я хочу походить с вами наедине. Да? Да, пойдемте. Ради пола. Ассандр Петрович, по-сумаску. Ой. Я думаю, вы называете походить. А я думала, что мы с вами участвуем в скачках с препятствиями. Простите, Василия Сергеевна, но почему-то с вами я веду себя ужасно глупо. Ассандр Петрович, неужели вы думаете, что я ничего не понимаю? А что именно вы понимаете? Что костюм был только предлогом для прихода ко мне. Ох, Василия Сергеевна, с вами действительно бесполезно хитрить. У вас не женский ум. Да, вы знаете, я иногда даже понимаю больше, чем мне хотелось бы понимать. Но вы тоже опасный человек. Вы со многими женщинами знакомитесь подобным образом. Со многими, со многими. Шура! Кого я вижу? Познакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Галя. Василия Сергеевна. Очень приятно. Очень приятно. Василия Сергеевна. Лебедев. Привет. Ну, как концерт? Да ничего. Нет, вполне. У нас в Дальногорске такого не увидишь. Вы из Дальногорска? Да. О, как интересно. А вы знаете, моя сестра тоже живет в Дальногорске. Вы ее случайно не знаете? Ольга Сергеевна Короткова. Ольга Сергеевна? Не знаете ли? А я думала, что в Дальногорске все знакомы друг к другу. Ну что вы, Василия Сергеевна, ведь Дальногорск очень большой город. Да? Ну, конечно. Юрка, правда, большой? Да, большой. Так что, вполне естественно, что Ольга Сергеевна не знает Юру. Ведь она педагог, а Юра химик. Неужели вы химик? Скажите, пожалуйста, а вам не известен химик по фамилии Бочкин? Бочкин? Да, Бочкин. Да, он научный работник. Нет, Бочкин он не знает. Нет. Асан Петрович, а вы случайно не знаете Бочкина? Кто? Я. Ну, впрочем, откуда? Это же совсем не ваш профиль. Нет, это совсем не мой профиль. По-моему, здесь жарко очень. Ну что вы? Дует. Да нет. Простите, но по-моему уже антракт кончился. Да что вы? Как скоро? Мы в следующем антракте встретимся. Пусть Александр. Севаля. Да. Объясните мне, что происходит. Давайте договоримся. Вы никогда не будете спрашивать меня о моем брате. Надо было давно рассказать Ольге всю правду. Тогда я не был бы сегодня в таком дурацком положении. Как я ей теперь все объясню? А вот так и объясню. Ах, и кто знает, может быть, завтра окончится моя холостая жизнь. Невероятно, но факт. Когда приходит точно в срок экзаменов пора, Мы говорим тогда, дружок, ни пуха, ни пера, Чтоб на период сессии носы мы не повесили Ни пуха, ни пуха, ни пера. Которыми и утками не кормят повара, Мы заняты науками с утра и до утра. И чтобы не проспать рассвет, У нас в подружках вовсе нет Ни пуха, ни пуха, ни пуха, ни пера. Студенты весело живут, дружить мы мастера, Мы будем помнить институт и споры до утра. Не пробегут, а люром друг, И вместо шивей люры вдруг Ни пуха, ни пуха, ни пуха, ни пера. Друзья, мы не случайно сдружились не вчера, Когда ж придет печальное прощание пора, Полместо до свидания Мы скажем на прощание Ни пуха, ни пуха, ни пера. А потом поступил в аспирантуру. Сейчас заканчиваю. Ну, имею троих детей. Ну что ж, нам все ясно. Садись, Вадик Минеев. Боря Морозов. Я. Выдешь из аудитории, Боря? Толя Вакула. Ай-яй-яй, а еще работаешь за учебной части. Скажи нам, Боря, где ты живешь? Живу в городе Тули. А что ты там делаешь? Преподаю литературу в старших классах. Таня Левченко. Левченко, Левченко. А я не Левченко, я теперь Савченко. А где ты живешь, Таня Савченко? Выйди к доске и укажи нам на карте, Где этот город находится. Я бы с удовольствием показала, Но этого города еще нет на карте. Оля Короткова. Я работаю в Дальногорске. Преподаю литературу. И тебе нравится твоя работа? Очень. Я считаю профессию педагога самой интересной. И я счастлива, что посвятила свою жизнь Этому благородному занятию. Что тебе, Маша? Можно выйти. А почему ты хочешь выйти? Меня муж зовет. Ну что ты пришел? Плачь, кормить пора. Ну что, подождать, что ли, не могу ли? Перемена. Большая перемена. Видите, вот этот вот в услуге в очках. Он преподает в университете и пишет учебник. А это Вадик Минеев. Он оканчивает эскурантур. У него трое детей. А это Миша Сергеев. Он стал писателем. Идите сюда. Вот видите, девушка дирижирует. Это Леночка Михайлова. Она защитила диссертацию и уехала на Чуковку. Представляете? Ой, кто это? Это мой жених. Очень талантливый ученый. Шура, познакомьтесь, пожалуйста. Шурик Александрович. Таня. Иван Сергеевич, смотрите, приехал. Это наш самый любимый профессор. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Пойдемте. Пошли. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Здравствуйте. Здравствуйте. Поднакомьтесь, пожалуйста. С удовольствием. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Ура! Куда же вы? Извините, Олега Сергеевна. Я просто страшно устал. У меня сегодня был очень тяжелый день. Тогда я пойду с вами. Нет, нет. Оставайтесь, веселитесь. У вас такие хорошие друзья. А я пойду. До свидания. Я позвоню вам завтра. Если мне будут звонить... Да. Меня нет дома. Ни для кого. Может быть, и для Ольги тебя тоже нет дома? Для Ольги в первую очередь. Я вчера виделся с ней в последний раз. Ну, вы что, поссорились? Или она все узнала? Не вмешивайся не в свое дело. Ну, конечно, это не мое дело. А вот спасать тебя, это мое дело. Ты сам впутался в эту дурацкую историю и меня за собой потянул. Я ничего не могу объяснить Юрке. Он бог знает, что обо мне думает. Так тебе и надо. Не нужно было выгонять тетю из Киева. Нашла героя для Романа. Ну, знаешь, можно подумать, что не ты его привел к нам в дом. Я привел. Но из-за тебя он не уходит. Его в Москве задерживает Главк, а не я. Главк? Да. Главк. Интересно, что ты подразумеваешь под этим словом? Главк. Короче говоря, я запрещаю тебе встречаться с Юркой вне дома. Понятно? Что такое? Слушаюсь, мой брат и повелитель. Черт знает что. В своем доме я боюсь встречи с Юркой. В свою собственную квартиру я стараюсь прийти тогда, когда этот длинный черт уже спит. Ты можешь увезти его, в конце концов, хотя бы на один вечер? У меня работа, понимаешь? Срочная работа. Заказы королевы Марго, да? Ну, мой дорогой брат и повелитель. Как же я могу увезти Юру из дома, если ты запретил мне встречаться с ним вне дома? Где же логика? Он мудрейший из мудрых. Сегодня в виде исключения можешь отправляться со своим Юркой на все четыре стороны. Понятно? Для тебя я согласна на все. Химчистка требует жертв. Я думала, что это встречается только в заграничных фильмах. Такие страсти. Правда, я еще в Химчистке заметила, что он как-то странно на меня смотрит. Я на него кричу, а он на меня смотрит. Ну, а что же, Васенька, будет дальше? Сегодня мы с ним встречаемся. Дальше. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, могу себе позволить отдохнуть от Вовика, пока он сеет по области свое разумное, доброе, вечное. Как это в стихах сказано. Мне нравится, кому-то нравится. Обожаю поэзии. Какие все-таки разные люди бывают. Вот твой ученый и решительность, мой заведующий, сама настольчивость. Твой рефлексирующий интеллигент, мой, примитивный, но шикарный мужик. Как говорил Пушкин, вода и камень, лед и пламень. Алло. Нажмите кнопку. Нет. Раз я сказал, так и будет. Никогда. Мне, Ольга, некогда с вами разговаривать. Я должен чистить костюм супруга вашей уважаемой сестры. И потом, о чем нам с вами разговаривать? О чем? У вас свои взгляды, у меня свои. Вы любите труд, я предпочитаю отдых. Научный работник, подумаешь? Я только если бы захотел, так кто же мог бы стать научным работником? Да еще каким? Если бы только захотел. Товарищ заведующий, всю свою жизнь я посвятил научной деятельности. Я не обязан заниматься отпарыванием и пришиванием пуговиц. Товарищ профессор, я еще раз повторяю, это не входит в наши функции. А, я уже это слышал. А у меня, старик, служебная машина. А кем же ты работаешь? Главным инженером. О-о-о. Я предлагаю тост за нашего талантливого изобретателя. Ура! Ура! Не знаешь, кого это чествует? Так это же сам бочек. Тот самый? Александр Петрович. Он меня знает. Ну да. Я тебе... Да, я мог бы быть кем угодно. А стал. Шура, я так не могу. Вы не звоните, я волнуюсь. Что случилось? Ничего, абсолютно ничего. Ну куда же вы исчезли? Боже, в каком вы виде. А я работаю. Ставлю ответственнейший опыт. Опыт? Ой, как интересно. Можно мне посмотреть одним глазком? Ни в коем случае. Это секрет. Секрет? Понимаю, военная тайна. Но если я помешал, я сейчас ж уйду. Нет, нет, что вы. Проходите, пожалуйста. А вы даже как-то изменились за последнее время. Осунулись. Но я вас понимаю. Что может быть интереснее увлекательной работы? Я даже не сержусь на вас. Вы разговариваете со мной и думаете о той работе, которую оставили. Папыч, папыч, подойдите. Папыч, не подойдите. Это смертельное пошло. Вы живы? На этот раз да. Вы не имеете права так рисковать собой. Я понимаю, наука прежде всего. Но вы не должны. Ничего похожего нету. С ума можете. Честно, с ума можете. Матурчик, иди сюда. У вас есть такой костюм, только без дырки. Смотрите. Вот из такого же материала? К сожалению, нет. Что делать? Что делать? Едем в Марину Рощичу. Едем. Мировой универмарк. Где ты слова? Мировой универмарк. Есть такой костюм? С такого же материала. Есть один, но только на витрине. Ой, снимите. Умоляю, спасите, снимите, умоляю. Постараюсь. Ой, ой, какой счастье. Знаете, кто ищет, тот всегда найдет, правда? Александр Александрович, куда же вы пропали? Это же безбожно. Как хорошо, что вы пришли. Я страшно рад вас видеть. Не надо приукрашивать действительность. В жизни, как и в искусстве, я ценю только правду. Я тоже. А между прочим, тот костюм, который я после вашей химчистки вынуждена была отдать частнику, вернулся ко мне как новый. Да что вы говорите? Поразительно. Вот что значит частный сектор. И как они этого добиваются, непонятно. Совершенно непонятно. И вы специально пришли, чтобы сказать мне об этом. А почему бы и нет? Впрочем, я не такая злая, как вам кажется. Просто я проходила мимо и решила сказать вам, что вечером я буду дома, если вы... Нет, что вы! Это совершенно невозможно. Я же буду занят вечером. Я весь вечер буду трудиться. К сожалению. Александр Петрович, труд превратил обезьяну в человека не для того, чтобы потом человек превратился в лошадь. Работа подождет. Да. Да. Вы правы. Да. Вы правы. Работа действительно подождет. Вечером обязательно буду у вас. А я вас познакомлю с своей сестрой. Держу пари, что вы в нее влюбитесь. Грандиозно. Ну, как? Звонил твой химик. Только что. И ты говорила с ним, как мы условились. Да. Я ему сказала, что завтра должна срочно уехать. Он так расстроился. Хорошо. А потом я ему сказала, что очень плохо себя чувствую. Выйти на улицу не могу. И если он хочет со мной проститься, пусть приходит сюда. Он так расстроился, что мне его жалко было. Пусть расстраивается. Теперь-то он явится и попадет в мои руки. Прекрасно. Ты гениально придумала. Интеллигентным людям свойственны колебания и самоанализ. И твой Бочкин явно колеблется. Женится ему или не жениться. И если мы ему не поможем, он будет заниматься самоанализом до самой пенсии. Очень может быть. А история с твоим отъездом заставит его поторопиться. И заметь, мы ничего плохого не делаем. Мы только ускоряем естественный ход событий. И очень правильно делаем. Еще бы. А говорят французы, такова сэ ля ви. Между прочим, мой заведующий тоже обещал сегодня прийти. Оля. Давай их познакомим, а? Вчера ночевал на делеграфе. Из-за Юрки, только чтобы с ним не встречаться. А сегодня уезжает моя Оленька, так я из-за этой Василисы даже не могу с ней попрощаться. Александр Петрович. Я занят. У меня перерыв на обед. У нас тоже перерыв, поэтому к маме пришли. Вот. Кто это? Коллективная просьба об уходе. Что такое? Коллективная просьба? Это интересно. Значит, вы всем коллективом решили отсюда уйти? Вы нас неправильно поняли. Мы всем коллективом просим, чтобы вы ушли. Что такое? Что это все значит? Это значит, что мы просим вас уйти по собственному желанию и не мешать нам работать. Не мешать вам работать. Значит, вы собрались учить меня, как мне нужно работать. Перерыв окончен. Прошу занять свои места. А вы, товарищи Гулькина... Гулина. Это все равно. Запомните. Я этого так не оставлю. Мы только на это и надеемся. Черт знает что. Эти младенцы вздумали учить меня жить. Смотри, кто приехал. Олень, здравствуй. Здравствуй, Олень. Вонфи, чего это ты вдруг явился? Заболел? Что ты, Васенька? Не волнуйся, пожалуйста. Просто у меня сегодня нет лекций. Я решил весь день провести дома. Вскочил на поезд, махнул Москвы. Вот, пожалуйста, как говорил Чацкий. Чуть святошь на ногах, я у ваших ног. У Чацкого было здоровое сердце. А тебе такие глаголы, как вскочил, махнул, пора забыть. Почему ты так говоришь? Ты недоволен, что я приехал? Ну что ты, Василиса, так скучала, так ждала тебя. Вася, ты меня лю? Алло. Я просто испугалась, так неожиданно увидев тебя. Дорогие навы, у меня для вас сюрприз. Так. Ну чего, ну? По дороге для всех нас я купил билеты на эстрадный концерт. Гулять да гулять. Грандиозно. Так у Алленька будет вечером занята, со своим Бочкиным. Как? Химическая реакция все еще продолжается? Подождите, Бочкин. Бочкин, Бочкин. По-моему, я все-таки о нем слышал. Ну, конечно, он наверняка выдающий. Есть хочешь? Как лев. Тебя вряд ли. Вот тут телефон моего заведующего. Позвони ему и скажи, чтобы он сегодня не приходил. Ну и объясни обстановку. Только говори потише, а я пойду кормить моего льва. Да. Это химчистка? Да. Попросите, пожалуйста, Александра Петровича. Ольга. А Александр Петрович слушает. Василиса Сергеевна просила передать, чтобы вы сегодня не приходили. Приехал ее муж, и они уходят в театр. А это точно? Абсолютно точно. А и ничего не может измениться? К сожалению, ничего. Это же прекрасно. Благодарю вас. Значит, я все-таки увижу Ольгу. Извините меня за опоздание. И спасибо, что вы меня подождали. Ну, а мы с вами не договаривались здесь встретиться. Я вас не ждала. Я просто так рассматривала витрину. Ну, спасибо вам, что вы просто рассматривали витрину. Ну, мы что, домой? Угу. Ну, тут наштобус. Знаете что? Пойдемте лучше пешком. Мне надо с вами очень серьезно поговорить. А Шурке? А откуда вы знаете? Я давно ждал этого разговора. Сейчас распрощаюсь с Ольгой, и все. Я ничего не стану ей рассказывать. Да и что я ей скажу? Я предлагаю вам руку, сердце и подпольную чистку имени королевы Марго. Нет, уж лучше пусть она уедет, так не узнав моей тайны. Навсегда уедет. Потом уберется Юрка, и я снова стану жить так, как я хочу. Как хочешь, да? Ты так думаешь? Ты хоть меня не обманывай. А? И нет, брат. От меня так легко не отделаешься. Ты стыдишься себя. И хотел бы, очень хотел бы жить так, как живут настоящие люди. Но при одном условии. Чтоб тебе ради этого не пришлось поступиться ни удобствами, ни привычками, ни деньгами. А так не бывает. Мне нечего стыдиться. Я не тунеядец и не жулик. И никого не обворовал. Никого? А самого себя. Самого себя. Когда? В тот самый день, когда решил жить только для себя. И стал искать легких путей. Сначала ты позволил себе забыть, что ты инженер. Потом связался с королевой Марго. А дальше что будет? Ты думал? Шурка! Не притворяйся. Не делай вид, что ты спишь. Я все равно все рассказала Юрию. Неужели ты думаешь, Шурка, что я сам не видел, что с тобой что-то не ладно? И ты напрасно обижаешься на галку? Да пусть обижается. Мне его дурака жалко. Что вы ко мне пристали? Что вам нужно? Ну да, я испортил себе жизнь. Так ведь себе, а не другим. Что мне делать? Может, из окошка вниз сигануть прикажете? Ну да. Это прекрасный выход, если учесть, что мы живем на первом этаже. И перестань надрываться! Хотел бы я знать, что бы вы стали делать в моем положении. А ты знаешь, Шурка, любое положение можно изменить. Да, любое можно изменить. А мне что делать конкретно? Кому нужен инженер, который ни одного дня не работал по специальности? Кому? Я все забыл. Слушай, а Юра предлагает тебе поехать к нему на завод в Дальногорск. Как на завод? Так, работать. Галка правду говорит? Ну, поначалу, конечно, не инженером. Ты действительно все подзабыл. Но со временем, в общем, стоит только тебе захотеть. Что? Я хочу, Юрка! Ты себе не представляешь, как я хочу! Но, Ольга, как я ей все объясню? Да если она тебя любит! Стой! Гениальная идея! Ольга говорила мне, что не представляет жизни без своей Дальногорской школы. И я могу ей сказать, что я перевожусь в Дальногорск специально для нее. А? Специально! Это же звучит! Галка! Жорка! Жорка! Ты не можешь, чтобы пыль в глаза не пускал! Да, вот это правильно. Вот это она права. Сегодня я буду говорить ей правду, правду и одну только правду. Я скажу ей все, и пусть она решает. Да, но нужно только успеть, пока Василиса в театре. Я хочу, чтобы Ольга узнала все от меня лично. Верно? Действуй. Юрка, а ты ей богу не пожалеешь, что взял меня к себе. Я буду работать за десятерых. Я все наверстаю. Я тебя с твоего места спихну и сам главным инженером стану. Васенька! Васенька, поторопись, мы уже опаздываем. Ну, я почти готова. Между прочим, можешь одеть тот костюм, который я взяла из чистки. Я уверена, что ты его не узнаешь. Ну, сейчас посмотрим. Возможно. Ну, дядябонька, дядябонька. Музи-музи. Ты помнишь, о чем мы с тобой договорились? Помню. Действуй так, как будто на карту поставлено все. Или ты будешь жить в Москве, и так, как тебе хочется, или... Василиса! Что с ним? Василиса! Что такое? Что это значит? Что ты сделала с моим костюмом? Я ничего не сделала, это он сам... Что сам? Сам вытянулся во время чистки. Ради бога, не успокойся. Я сейчас, я сейчас. Что ты говоришь, Васенька? Ты смотри, ты смотри, ты смотри. Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна. Что ваш несчастный частник сделал с моим костюмом? О каком частнике ты говорила? И при чем тут, Маргарита Ивановна? Ты опять пользуешься ее услугами? Я же тебе велел, я требовал. Верри на меня! Я имею полное право обращаться к кому хочу и покупать, что хочу и у кого хочу. У кого хочу? А кто тебе деньги дает на все это? Что? Эдриэй! Вот в этом все дело. Тебе жаль своих несчастных денег. Ты только о них и думаешь. Да, только о них, потому что они мне нелегко достаются, эти деньги. Мои коллеги дела делают, а я деньги. Они книги пишут, а я никому не нужной халтурой. Занимаю. И все это для денег, для денег, для денег. А они инфаркты, которые скворечников зарабатывают. А ты живешь как нормальный человек. Брэс, не как нормальный, слышишь? Не как нормальный. Офиг. Нормальный человек от такой пустой жизни давно свихнулся бы. Я уваляю. Я живу как сторож при собственном барахле. Мои собака, Бобик, с ума сошел. Ты знаешь, кем бы я мог быть? И на что я сам себя променял? На меды? На антикваряр? На крысталь? Чарта? Бобик, я тебя... Чарта, все? Я не нужной книги, а мне? Бобик, 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 Бобик. Ну, да вольно. Да вольно. Бобик, ты с ума сошел. Вспомни ты, сколько эта вещь стоит. Мне все равно. Все равно. Тогда разбей что-нибудь подешевле. На, на, на. Вот воду выбей, стакан можешь разбить. Ну, бей, стакан. Добрый вечер. Добрый вечер. А я думала, вы уже не придете. Раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. С ума сошли. Немедленно уходите. Кто там пришел? Честное слово, это не ко мне. Это Коленьке. Это ко мне, Володя. Проходите, пожалуйста. Ну, что же вы встали? Проходите, пожалуйста. Проходите же. Грандиозно. Глупенький мой. Ну, стоит ли волноваться из-за какого-то костюма? К тому же не нового. Спичку. Где? Может быть, ты лучше уснешь? Навсегда. О чем ты говоришь? Извините, пожалуйста, но произошло какое-то недоразумение. Пустяки. Но, может, я лучше уйду? Нет, нет. Я так рада, что вы пришли. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Ольга. Я еду в Дальногорск. Ой, как хорошо. А надолго? Нет, вы меня не поняли. Я насовсем еду в Дальногорск. Насовсем? Насовсем. А как же Москва? Ну, зато я буду всегда с вами. И вам не придется бросать вашу любимую школу. Ничего не понимаю. А как же ваша работа? Вот именно об этом я хотел вам сказать. У меня будет там, в Дальногорске, настоящая работа. А здесь... Нет, нет. Лучше я перееду сюда. Ни в коем случае. Я не могу принять от вас такую жертву. Я твердо решил переехать. Но даже не это главное. Это главное. Именно это самое главное. Милый, хороший. Пожалуйста, не переезжайте. Ну, конечно. Стоит на две минуты оставить мужчину, как его тут же начинают словать посторонние женщины. Александр Петрович, выраетесь вон. Шурик, не слушайте ее. Васса, это мой Бочкин. Он пришел ко мне. Нет уж, извини. Это мой. Александр Петрович. Он пришел, он ко мне. Какой еще Александр Петрович? Это мой ученый. Ученый. Этот ученый работает в химчистке. Нет. Да. Да. Да как же вы посмели. Я не хотел. Так получилось. Мне было стыдно, что вы так увлечены своей работой. Педагог. О, педагог. Педагог. Она такой же педагог, как вы, ученый. Шляпница с высшим образованием. Хороша пара. Ну и что? Чему вы радуетесь? Оленька, можно все начать сначала. Честное слово. Если вы только будете со мной... Не надейтесь. Если я и начну сначала, то не с вами и не в Дальногорске. Но почему? Если вы меня любите. Я? Вас? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так обмануть. Только безбожно обмануть. Чему еще можно верить? Чего не понимаю. Что могло случиться с костюмом? Что? Одну минутку. Пардон. Пардон. Что случилось с костюмом? Это первый случай брака в нашей фирме. И последний. Фирма закрывается навсегда. Как это навсегда? Почему вы меня раньше не предупредили? За две недели. Вы что, законов не знаете? Вас еще мне не хватало. Ух ты. Дон Джоан. Надомник. Езваны лица. Общество. А? Я без тебя справлюсь. Ничего. Негодяй. Прохваст. Вы мне звонили? Что такое? Что случилось? Она еще спрашивает. Что вы наделали? Что? Господи, вы что такое? Только посмотрите. На кого стал похож мой муж? Здрасте. И вы здесь? А вот здесь, ваш муж действительно как-то изменился. Он стал вроде меньше ростом. Но я тут при чем? Скажите, пожалуйста. Вобик. Вобик. Вобик, ради бога. Не волнуйся, Вобик. Вобик. Прости, Ольга. Мы испортили костюм. А разве вам Бочкин ничего не сказал? Да при чем тут Бочкин? Ой. Сейчас окажется, что этот Бочкин еще дома занимался химчисткой. Да, дома занимался химчисткой. И дай бог вам столько зарабатывать, сколько он зарабатывал. Такая фирма закрылась. Оля, ты слышал? Оля, мы прогадали. Кажется, мы упустили твое счастье. Здравствуйте. Добрый день. Вот вам билеты. Дальногорск. Ну, вы тут можете торжественно прощаться. А вещи уж я сам поставлю. Билеты. Я сейчас. Шурка, раздетом не выскакивай. Юр, я вас очень прошу, вы следите за ним, ладно? А то он у меня такой несерьезный. А я еще более несерьезный человек. А зачем вы мне это говорите? Чтобы вы не забывали, что в Дальногорске живут два катастрофически несерьезных человека, которых нельзя на долгое время оставлять без присмотра. Я надеюсь, вы меня поняли? Конечно. А знаете что? Я попрошу дальногорских общественников и пенсионеров, чтобы они взяли на двое шефство. Хорошо. Маргарина Ивановна, а вы куда едете? На охоту. А далеко? Далеко, Милочка, далеко. А надолго? Надолго, Милочка, надолго. Зачем? Чтобы ко мне предстали, у них спросили. Прошу следовать. Прощайте. До свидания, Милочка, до свидания. Шапик? Я иду, иду. Иду, билет у тебя. На, 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 билет. Давай. Пожалуйста, 15 минут. Ну, до свидания, Оленька. Береги себя. Щапай, простись. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, мы снова едем одним поездом. Можете не радоваться. И в одном поезде можно ехать в разные стороны. Да, Юра, вам пора. Простите. Оленька, приезжай скорее. В следующий раз сама займусь твоей судьбой. Поцелуй тебя. Дальнее странствия, юность твоя. Что там за станция, что за края? А до свидания, знаешь ли ты? Смыслом желания спорим мечты. Что там за станция, что за края? Дальнее странствия, юность моя.